Здравствуйте, друзья! Вы на канале Golden Voice. Сегодня я прочту вам произведение, которое написал Аркадий Шер «Попался волчок на крючок». История десятая. Крива рогатка, да в цель попала. В деревне Малые Чудики жил один малый, большой чудак. Звали его красиво, Евлампий. Жил он с батюшкой и матушкой ровно 30 лет и 3 года. В уютном домике с аистом на крыше. В основном лежал на печи и слезал только поесть и нужду справить. Иногда, правда, между завтраком, обедом и ужином он чего-нибудь отчебучивал. Лежит как-то отец его, а не кей на лавке возле печи. Самокрутку курит, дремлет. Рядом что в самогона початый стоит. Подошел я в лампе к отцу и начал с него сапоги стягивать. Стянул один наполовину, за другой взялся. Стянул другой наполовину. Отец думает. Видать, пощеголять в моих сапогах хочет. Пущай позабавиться. А хитрый я в лампе. Хвать штоф, да на двор. Отец с лавки вскочил в погоню, а сапоги спущенные мешают. Пока туда-сюда, сына и след простыл. Возвратился сынуля на веселе. Взял было отец в руки в вожжи, отлупить шалуна. А шалун-то на голову выше отца. Не рискнул. Мать закручинилась и говорит. Вырос наш я в лампе, Аникеич. Пора жениться ему. Да кому он в деревне такой нужен, сокрушается отец. Если только какая-нибудь царевна лягушка с болота в мужья примет. Да где такую дуреху найдешь? Как где? Лес-то наш сказочный. Глядишь, чего и получится, говорит матушка. Пусть как в сказках стрельнет из лука. Авось попадет к лягушке в лапы стрела, а за ней и наш стрелец. Мне и одному с вами неплохо. С женой-то на печке теснее мне станет. А счастье придет и на печи меня найдет. К тому же я, матушка, никакого лука, окромя репчатого да зеленого с селедочкой, в руках отродясь не держал. Ничего, сынок, не боги горшки обжигают. Не ты первый, не ты и последний. Стали думать, гадать, где лук со стрелой взять. У Евлампия руки не из того места растут. Велик мужик-то работать не привык. За всю свою непутевую жизнь палец о палец не ударил, чтоб чего-нибудь смастерить. Придумать, какой вы крута, смастак. А вот дело делать не хотел. Чудил без удержу. Бывало зимой, чтобы холод в избу не пускать, заставлял кота Ваську в дверь на задних лапах входить. Да еще хвост ему узлом завязывал, чтобы короче был. Где-то у меня с детства рогатка валялась. Возьму-ка я камушек, да запущу его вместо стрелы. Результат все одно тот же будет. Самое главное, как потом найти мне то место, куда он попадет. Судьба дорогу укажет, куда камушек ляжет. Кто ищет, всегда найдет. Напутствовала матушка. Слез Евлампий с печи, нашел среди старых игрушек безделушек рогатку и во двор вышел. Матушка из окна кричит. Куда ты, сынок, из такой кривой рогатки попадешь-то? Смотри в глаз себе, не махни. Поднял Евлампий с земли камушек поувесистее. Зарядил его в рогатку, зажмурил глаза, повернулся три раза вокруг своей оси и маханул камень в белый свет, как в копеечку. Улетел камень далеко-далеко в лесную чащу. Обнял сынок на прощание родителей и отправился на поиски своей судьбы. Долго ли, коротко ли плутал по лесу наш Евлампий в поисках своего камня? В конце концов, увяз в каком-то болоте. «Ну и где я в этой трясине камень найду?» – подумал он. Вдруг видит, на кочке девица-красавица сидит. В руках лягушечу кожицу теребит, а во лбу у него шишка здоровенная сияет. «Что с тобой краса ненаглядная?» – искренне изумился Евлампий. «Кто посмел обидеть такое сокровище?» – «Да вот, прилетел неведомо откуда и прямо в лоб угодил». И показывает на ладошке увесистый камень. Сразу узнал его Евлампий и бросился обнимать и целовать растерянную девицу-красавицу. «Это же я, твой суженный! Как же ты меня сразу не узнала? И камень мой!» «Погоди, погоди!» – остановила его девушка. «А ты понял, что я та самая царевна лягушка?» «Конечно, понял, по шкурке лягушачьей!» – «Это я свою одежку постирала и к вечеру снова лягушкой стану!» – «Ну и прекрасно!» – обрадовался Евлампий. «Меньше места на печке занимать будешь, да и кормить тебя дешевле обойдется. Буду тебя свежими червячками и мухами потчевать. Решено! Беру тебя в жены!» – «А как же шишка?» – «До свадьбы заживет!» – махнул рукой Евлампий. «Будь по-твоему! Жди меня к вечеру!» – промолвила девица и исчезла. Евлампий поспешил в обратный путь. По проторенной тропинке быстро вернулся домой. Сообщил родителям, что нашел он свой камень, а вместе с ним и свою суженую. И что прибудет она сегодня вечером, чтобы стать его женой. Стали готовиться к свадьбе. Умылся, приоделся, нашел консервную банку из-под шпрот, налил в нее воды из лужицы и поставил на стол. «Это для моей возлюбленной!» – «А что, она кроме грязной воды ничего не пьет?» – удивился батюшка. – «Чем же-то она закусывает?» – удивилась матушка. – «Да вот, червячков накопаю, мух наловлю и вся забота. А в баночке она сидеть и спать будет». Родители молчат и глазами хлопают. Так и прохлопали до самого вечера. Наконец услыхали какой-то странный звук. То ли прыгает кто, то ли скачет и приквакивает при этом. «Ладно, говорит Евлампий, хватит глазами-то хлопать. Это моя лягушонка в коробчонке на нашу свадьбу торопится». Вышли на крыльцо невесту встречать. Глядь, из-под калитки лягушка прыг во двор и говорит человеческим голосом. «Здравствуйте, дорогие мои свекр, свекровушка и разлюбезный женишок. Вот и я, сноха ваша и жена будущая». И в этот торжественный момент сорвался с крыши аист и хвать гостью в клюв. Все замерли в ужасе. «Неужели сейчас на глазах моих он проглотит мое счастье?» – подумал Евлампий. «Только познакомились и уже расставаться», – мелькнула мысль у его батюшки. А матушка просто чуть в обмарок не упала. Но тут в напряженной тишине зазвучал свадебный марш Мендельсона. Аист медленно опустил голову и раскрыл свой клюв. Лягушка выпала, ударилась озим и превратилась в прекрасную девушку в роскошном свадебном платье. Евлампий в ней узнал ту самую царевну лягушку, схватил ее на руки и понес в дом. Растроганные родители последовали за ним. «Как же посажу я такую красавицу за стол перед консервной банкой с грязной водой?» – думал Евлампий. «Чем же подчивать такую кралю?» – думала матушка. А Никей дернул жену за рукав и прошептал. «Как же ты, хозяюшка, ничего на стол не подала? Стыдно-то как!» Но когда вошли в горницу, Евлампий так и замер на пороге с невестой в руках. Родители от изумления рты открыли. Стол буквально ломился от заморских язд и сосудов с разными винами. На самом почетном месте красовался серебряный поднос, а на нем банка из паршпрот с водой из лужи. «Совет вам да любовь!» – только и смог вымолвить глава семейства. Весть о странной свадьбе во всех подробностях мгновенно облетела деревню. Все от мала до велика пришли поздравить молодых, а заодно поглядеть на удивительную невесту. Гуляли всю ночь и весь следующий день. Сквозь шумную разноголосицу то и дело слышалось. «Ну молодец Евлампий, ну и учудил!» – «Такого малые чудики не видывали еще никогда». В самый разгар гуляния рассказала жена мужу своему страшную тайну. Дело в том, что была она заколдована злым колдуном. Он превратил ее в лягушку за то, что не согласилась выйти за него замуж. «Будешь ты лягушка до тех пор, покуда судьба дважды не придесет тебе опасность для жизни. Если останешься живой, быть тебе снова и навсегда девицей-красавицей». «И кто же угрожал тебе смертью?» – взволновался Евлампий. «Ну первый раз ты меня чуть не угробил своим камнем, а во второй раз Айс чуть не склевал на ваших глазах». Если вам понравилось данное произведение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр!